Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. Специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. И Лёхе Медь. Я так понял, они как раз смотрят батл. Но так как я тут первый раз вообще и вообще не понимаю, что происходит. Так что я не буду кидать своих дяденек и тетенек в свою взрослую целевую аудиторию, которая... Да не засалай на стрим эти, сука. Я научусь когда-нибудь банить, блядь, и ругаться на вас. Короче, на стрим, если мы поболтаем с вами что-то по-быстрому, то, может быть, еще приду к ним на стрим. Но это вряд ли, потому что новая технология для сельского чувака, это просто пиздец. Я камеру-то он еле перевернул, чтобы не член показывать. Вот. Короче, давайте свои вопросики. С кем следующий батл нельзя говорить. Короче, батл с кем-то будет. Вот. Что хотел сказать. Напишите по батлу плюс-минус. Видите, Леха Медь на стрим ждет. Да я знаю, потому что, блин, если бы они написали мне пораньше, то я бы, соответственно, пришел к ним, потому что они нормальные парни. Вот. И пообщался бы с ними. Бля, ну вот, кстати, почему? Скажите им на стриме. Я не пойду к ним на стрим, пока Леха Медь не научится говорить мой ник. Я практически всех научил готовить, фу ты, блядь, научил говорить правильно свой никнейм. И теперь не Боуи, а Боуи. Вот. Когда Леха Медь публично скажет, что я Боуи, а не Боуи, то я обязательно приду к нему на стрим, прям залечу, пешком пойду. Так. Что скажешь про Парагрина? Парагрин вообще охрененный чувак. Твоя целая аудитория так и так переберется туда. Кстати, привет тебе из Уфы Вити. Всем привет. Короче, не, на стрим пока, ну, блин, надо поболтать сначала с Леха Медь. В общем, какая там была повестка, повестка дня, какая была повестка. А, повестка дня была такая. Меня тут уверяли, что можно прикрепить, прикрепить эту, типа, сообщение, что там карточка. Ну, в общем, похуй, и это карточка, классик, что-то, классик отправил участие на прямом эфире. Бля, как, короче, что тут делать? Вот. Короче, а, там классик, точно. Классик, давай тогда сейчас, если еще раз тыкнешь, я тут просто, этот, тормоз, давай, если сейчас еще раз тыкну, то на несколько минут я к вам залечу. Если вот сейчас еще раз подтвердишь, я просто хз. Вот. Короче, это, кто хочет поблагодарить там за крутые батлы, которых у меня еще не было пока, и за, этот, накорм голубян, то ВКонтакте я написал номер карты. Тут что-то, нихуя не знаю, как прикреплять, вот, а то хулик какой-то палмдропов собирает, баблишка на бухло, а я не могу собрать. Го на стрим, го на стрим, го на стрим. Да, блин, парни, слушайте, у меня тут вместо 20 человек 120 человек. Как я могу уйти на какой-то стрим? Блин, я не могу уже, это, боуи. Спасибо всем, кто, всем, всем, кто за Бови, Бови. Так, посмотреть, что надо, посмотреть, да, нажать? Давай посмотреть, выйти в прямом, блин. Я без понятия, я что-то нажал на кнопочку на какую-то, там видеоклассик соединяется. Пока не скидешь попозже цифр. О! Е! 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 Здорово! Здорово, Витя, как ты видела, я скажу. Дела нормально. Блин, а с вами у новой технологии смотри. Мне вообще охренеть. Тяжело так все. Криздец. Это технологии будущего. Технологии будущего? Вот до Владика, а не пораньше. Доброй пожар, Влад, в будущее, братишка. Закинь бабок. Нам на карточку. Всем на карточку. Кстати, между Викторами можете загадывать желание, ведь мы-то не болбоебы. Нормальные парни. Как-то лайки тут векают. Да, я с вами вечно. Что происходит? Мы направили этот вектор популярности на твой стрим. Спасибо. Это не стремится. Хотим задать тебе вопрос. Слушай, а ты, вот я хотел тебе сказать такой вопрос. Вот твой оппонент упрекал тебя в том, что ты... Ты меня слышишь вообще нормально? Да-да-да, слышу тебя. Только тебя. Слушай, твой оппонент тебе упрекал, летай, в том, что ты являешься провинциальным пареньком и все такое. Насколько действительно правда? Какое у тебя образование? Чем ты занимался? Ну, так, расскажи в двух словах, потому что, ну, сам понимаешь, тут не только сейчас твои подписчики. Ты так это, да? Ты такой... Сегодня мне чувак, сегодня мне написал, слушай, у меня есть к тебе вопрос. Я ему написал, давай, задавай. И он мне скинул список из 15-20 вопросов. Прям подряд. Я говорю, бля, чувак, ну, сорян. Короче, тема... Ну, блин, я из Архангельска. Прикинь, об этом еще говорил Стефан, про то, какой я колхозный, что моя мать доярка 100 пудов весит 100 пудов. Вот. И как-то так. Если по вопросу батл рэпа, то вот в 2007 году, когда начался, между прочим, между прочим, начался пятый официальный командный батл, который в тон выиграл, тогда вульгарный тон. Вот. И что-то захотелось поучаствовать, и вот так я влетел в эту движуху, и как-то вот с тех пор иногда поддерживаю, сейчас просто в другом русле. Вот. Ну, короче, типичный. Я задал вопрос по поводу именно твоего образования. Чем ты в детстве занимался вообще? Вот этот вопрос. Не про рэп. По поводу образования в детстве? По поводу образования в детстве я... Сельский уникум. Да ничего. Сельский уникум. Да ничего, слушай, блин, учился в школе, поступил в универ. Слушай, я себя слышу, это нормально, нет? По технологии в космосе. Да, нормально. Короче, в общем-то, учился в универе, я по образованию строительства. Типа строитель-инженер, он после этого работал, после этого сходил в армию, после этого приехал в Питер. И в темное жизнь. Ага, ты сейчас... А, я тебя понял. А ты давно в Питере живешь? Ну, почти год. Ну, почти год. Почти как год. Ты чувствуешь какую-то разницу среди людей, именно вот, ну, в среднем, разницу среднего гражданина Петербурга и среднего гражданина Архангельска, что у них вот разный культурный какой-то там потенциал и так далее? Или это все, ну... Сейчас это, знаешь, я... Придется к вопросу про политику на стриме, я бы хотел срабатывать эти деньги. Слушай, там что-то говорят... А, я понял, слушай, подожди секунду. А, слушай, мне еще айфон сейчас выкинуть. Я ж понял, я сейчас надену наушник дополнительный. Буквально тогда, ну, попробуем. А, окей, я пока еще и буду говорить. Слушайте, люди, чтоб я выкинул свой айфон, блин, ну мне сначала надо напиздаться самсунг накопить, я ж не выиграл еще ФБ. А к твоему вопросу по поводу людей, это, короче, ну, разница, в принципе, в менталитете есть. Вот, ну, люди северные, такие, знаешь, прожженные. Вот, а в уровне жизни меня забавляет то, что в Архангельске при заработной плате в два примерно раза в среде меньше, чем в Питере. И в Питере дешевле продукты, дешевле, короче, жизнь и все такое. И вот это прямо меня как-то очень сильно удивляет до сих пор. Это какая-то несправедливая хуйня, неадекватная хуйня какая-то. А так люди везде есть хорошие, везде плохие. Ну, а за Архангельск я топлю и остаюсь, и все такое. Я тебя понял. Ну, то есть, грубо говоря, для молодых ребят есть реальная перспектива ехать куда-то, типа, в столицу и, ну, реализовать себя. Ну, знаешь, таких людей до хрена, просто из них мало кто может реально это пробиться. Но, в принципе, если хочешь стремиться, то стремиться надо. То есть, либо наплывом, если ты хочешь заниматься творчеством, то ты можешь наплывами это делать. Да, кстати, сегодня вышел батл Вовы АО на четвертьфинале РБЛ. Обязательно посмотрите, потому что я этого еще не сделал. Ну, короче, сегодня Архангельский день. И вот это, на самом деле, доказывает то, что, в принципе, в любом городе ты можешь, даже не выходя из города, из своего чего-то, добиваться какими-то своими темами, своим талантом. Вот. А если хочешь ехать покорять столицу, то едь покорять столицу хоть с Владико, хоть с Архангельск. Это без разницы. Главное, чтобы ты чувствовал то, что тебе это необходимо и был уверен в своих силах. Вот и все. Я как понимаю, сейчас-то, в принципе, вот с этим развитием интернета уже, в принципе, можно и в Москву, и в Питер-то не ехать и сидеть там хоть в деревне, если ты тебя вот об этом вопросе. Ну, суть в том, что сейчас с появлением интернета, на самом деле, все реально становится размыто. То есть, люди могут сидеть в какой-то деревне своей, при этом иметь хороший интернет и делать гораздо больше полезных вещей для себя, для людей и зарабатывать больше денег, чем люди, которые ходят в каком-то пиздатом городе в пиздатый офис, грубо говоря. Поэтому, в принципе, все зависит от человека и от самой личности, от целей этого личности и прочей занудной хуйни, о которой мы сейчас не будем говорить в воскресенье вечером школьникам. Понял тебя. Есть вопрос касательно баттл-рэпа. Вот смотри, ну, предположим, допустим, предположим, твоя баттл-карьера подошла к концу, и, ну, это именно гипотетически, да, и ты думаешь, кем мне дальше работать? Вот, назови какие-то варианты работ для рэпера, ну, вот, гипотетически, да, чтобы ты с собой был, с собой в комфорте, как бы, чтобы ты комфортно себя ощущал на этой работе. Вот, что дальше может, чем дальше может заниматься рэпер? Мне просто для друга это надо. Если карьеру завершаешь, то есть, куда дальше? Слушай, этот вопрос надо забыть, переадресовать. Что будет? Да, на самом деле, хз, потому что, ну, слушай, знаешь, на самом деле, по поводу, когда вы закончите диалог, скоро закончим. Короче, по поводу того, что, я думаю, образование, в принципе, нужно. То есть, если у тебя есть образование, вне зависимости от того, рэпер ты или колхозник, или колхозный рэпер, в любом случае, если не рэп, ты сможешь чем-то заниматься. Главное, чтобы было желание именно, потому что и даже и без образования, вот, просто если у тебя есть образование, ты сможешь куда-то, да, идти по специальности. А так ты, кроме рэпа, можешь идти, в принципе, куда угодно. Но главное, чтобы это приносило удовлетворение и финансовое, и эстетическое. Ну, для себя вот так, ты можешь выделить какие-то сферы, в которые бы ты чувствовал комфортно? Слушай, так я до сих пор, так я работаю в светской жизни. Вот сейчас закончится трансляция, и я лягу спать, и проснусь в 7.30, и поеду модернизировать вокзал к чемпионату мира, который уже прошел практически. То есть, ну, я работаю по специальности до сих пор, и, конечно, в скором времени уйду, потому что у меня заканчивается контракт, и я пока его не хочу продлевать. Вот, но смысл в том, что ты, если ты уверен, что ты можешь все поставить на рэп, и прям ты уверен, что ты этого добьешься, то это можно сделать. Если у тебя есть какие-то сомнения, что ты не станешь лучшим и всех не порвешь, то, чувак, лучше иди на пару в техникум и продолжай учиться на сварщиках. Ну, вот и все. А вот смотри, ну, я понял, ты, я понял твою специализацию, это прикольная, интересная штука, интересная. Действительно, у тебя, а помогает как-то тебе твое техническое, по сути, образование в конструировании панчлайнов, в вот этом, в тактике баттла и так далее? То есть, ты как-то ощущаешь вот эту математическую некоторую формулу, которая тебе иногда помогает? Есть такое или нет? На самом деле нет, на самом деле нет. И чтобы пизда-то выстраивать панчлайны, какие-то штуки, я думаю, что надо просто много читать, много чего-то смотреть, много общаться с правильными людьми, которые могут тебя чему-то научить. То есть, это чисто сторона такая именно мышления. Я думаю, образование, в принципе, не зависит. Я могу сделать какую-нибудь охуенную схему по стройке, которую никто не поймет. Вот, но и также это узконаправленная тема, короче, которая, ну, которая вряд ли... Она, наоборот, ты типа отвлекает, получается, да? Ну, типа, она не то, что отвлекает, мне кажется, она бесполезна. То есть, ну, есть, да, я могу это сделать, но, в принципе, нахуя мне это делать, потому что, ну, никто не поймет. Короче, вот именно для меня моя профессия мне как-то никак не помогает. Ну, мне в чем-то помогает математический склад ума, возможно. Возможно, в чем-то он не помогает, потому что, если бы я был гуманитарий, как литая, я бы, может быть, у меня был другой язык метла его. И я бы мог как-то по-другому выстраивать свои какие-то мысли, цепочки. Да, короче, есть плюсы, есть минусы. Вот так. Ты еще обещал пару минут. Меня отключат люди. Я понял. Слушай, последние прикольные вопросы, там, чуваки твои зададут где-то вопросы. Последний вопрос, значит, следующим образом, сейчас, подожди, сейчас только что был в голове, сейчас, секунду. Люди, вы не уходите. Кто там в чате про это что-то пишет? Я найду вас, сука, блядь. Еще раз обзовешь меня, блядь, я найду тебя, тварь, блядь. Кто? Ну, шутка, я же не буду искать, я уже тебя вошел, блядь. Кто обзывается? Так вот, сейчас, секунду вспомню вопрос, пока я пускаю тебя твои вопросы, сейчас, секунду. А, слушай, бывало у тебя такое, что ты во время работы, все думают, что ты работаешь, а ты на самом деле текст ебашешь на баттл. Сидишь, там, или... Бля, это было, короче, после баттла с Паундроповым, я просто пришел на работу, бля, надеюсь, никто не смотрит, если только мои коллеги смотрят. Ну, если никто не подключил. Сука, бля, дружок, я приду завтра, и дружок, ты уволен. Я такой, ну, окей, пойду стримами зарабатывать, хули, как реальные пацаны. Короче, просто, блин, так получилось, что я запулил в историю, пишите свое мнение, пишите с это, я все выслушаю, и я написал, всем отвечу. И, короче, я пришел на утро на работу, посмотрел сообщения, там было порядка 400 сообщений в Инстаграме, ВКонтакте, и, короче, я понял, что мне надо сидеть, отвечать. И я прям 8 часов сидел и отвечал, блядь, на работе всем, но всем ответил, так что я ж не пидорас какой-то, зазнавшийся, поэтому я всем отвечаю, дяденькам и тетенькам, как-то так. Ну, всем ответил, ну, ты пообещал, да, там, наверное, надо всем ответить. Ладно, спасибо, что принесли на трансляцию. Спасибо, пока мы кладем в более этой такой атмосфере. Да, если будет возможность, даритай к нам на стрим, потому что, возможно, что мы тебя ждем, короче, если шо. Все, всем целую. Все, спасибо, еп. Спасибо за ответ. Спасибо. А, дяденьки и тетеньки, я с вами снова. Короче, давайте вкратце, что тут было. Что-то классный баттл, спасибо. Короче, по поводу вопросов, какие бывают вопросы по поводу там подготовок и прочего, очень часто сколько тратится на это время, и вообще дается в среднем там месяц, полтора месяца на баттл. Джонни Бой отношусь, да нормально, ничего не смотрел, правда, это. Вот, полтора месяца на баттл в среднем, и, короче, Оля Пожарская с днем рождения, пока не заебала. Практически 180 сантиметров. Слетаем, мы чуть-чуть выпили. Я не зазнался, да, конечно, не зазнался. Бля, классик ушел, и люди ушли, а вы говорили, что он педик. Как так-то? Вы чего, охуели? Короче, вот, и подготовка примерно длится все равно в последние 2-3 недели. Я обычно оставляю себе ни за кого болеть на ЧМ. На ЧМ я болел, кстати, за Германию изначально и Бельгию. Бельгию еще нормально. Вот, по поводу подготовок, так что обычно 2-3 недели максимум. Ну, ты бывает целый день пишешь, бывает ни хера не пишешь. Вот, Бионт или Майлз, конечно, Майлз. Я высокий, если что. Классик, это рэпер классный. Вот, там в каких странах был, был в несколько раз в Турции, Кипр, Чехия, Германия. Короче, мало где был. Мало где был, если выиграю ФБ, я поэту. Ведь я больше еще трубатл увести. Трубатл, не знаю, если позовут, может быть, самый менее слабый из команды голубей. Менее слабый. Да, в принципе, не все, как Леха мог победить Сеймур. Они не батлили все, чувак. Короче, все более-менее, там нормальные парни, просто кто-то плюс, кто-то минус. Короче, я живу в Питере. Тема такая, что, в общем, просто как люди, да, ко всем нормально мы относимся. Просто есть вот, как летай, он пиздатый чувак, но я считаю, что он слабый батл рэпер. Он слабый батл рэпер, и поэтому на самом деле, ну, как бы, да, тут очевидно. Он может сделать лучше, может хуже. И, в принципе, кроме PM, я думаю, что у них и так понятно, что у них все новички в этом сезоне. И они... Батл будет Лехи Сеймура когда-то. Будет батл, да. И поэтому я считаю, что они могут выстрелить, но могут и обосраться. Как попасть 17.03? Бля, по красной ветке едешь до площади Восстания и идешь там во дворе. Видите, это лоу-пи, а твой фанат пройдешь на прэш-бат осенью. О, Рома, привет. Ну, посмотрим, если он будет осенью. Писаниной рэп-текстов с 2007 года занимаюсь. 2007 год. Это, короче, давно. Вы там в школу примерно пошли. Какие-то тут заявки отправляют. Блядь, а что так много людей какие-то заявки отправляют? Какие-то люди. Так, что через нее? По проходке на Версус? Вы что, прям это? Проходки на Версус? Проходки нерезиновые, между прочим. Вот, еще, короче, хотел обсудить такую тему по поводу спойлеров. По поводу донатов я никаких не буду. Кричать. Типа, кто хочет, тот может скинуть мне полтишок на кормлю голубей. Вот, короче, побриться надо бы. Да когда я побреюсь, когда времени нет, нихуя. Вот. О, Кристина Голодоморова, привет. Я просто так сейчас пообщаюсь. Вот, если будет время, то все вместе поболтаем. Короче, по поводу спойлеров. Хочу сказать такую тему. Видите, нравятся мои арты на ФБ. Да, хороший вот этот чувак. Он молодец, крутые арты рисует. Вот, по поводу спойлеров я вас призываю всех, прям призываю, призываю не читать никакие спойлеры, потому что спойлеры по парам могут быть, потому что люди всякие приходят. Да, вот тут просят у меня проходки всякие, там у кого-то другого просят. То есть люди приходят, какие-то знакомые-знакомые-знакомых могут прийти на батл и могут туда попасть. Соответственно, потом могут все это слить. Могут слить с фотографиями и прочей-прочей херней. Как познакомиться со своей девушкой? Расскажи, плиз. Откуда вы знаете, что у меня девушка? Блядь, ты девушка, что ли, моя? Это ты, да? Вот, и, короче, суть в том, что спойлеры могут появиться по парам, но по результатам спойлеры, они, мы сами не знаем результатов и судей на следующий день судят. Короче, результаты знают, допустим, рестор, менторы и мы. То есть если вам слил какой-то чувак из участников фрешблада результаты, то, а, либо он пидорас, подождите, я поотвечаю на вопрос чуть позже, а, либо он пидорас, б, либо он тупой пидорас. Вот, либо он еще вас троллит. Если он вас, блядь, такую модную прическу вообще нигде не сделать. Челка просто сельский стиль. Вот, короче, и поэтому результаты, либо он вас троллит, потому что вряд ли кто-то на полном серьезе. Если там какие-то участники, я не знаю, не могу говорить за всех, делятся результатами с какими-то мамами, с папами, то вряд ли это куда-то дальше идет. Короче, я вас всех призываю не читать спойлеров и прочей, прочей, прочей хуйню. Вот, дожидайтесь батлов, тем более, что этот сезон фрешблада, я думаю, что он лучший, и мне кажется, все лучше. Слушайте, а что эта трансляция, сколько времени уже идет? Там же час, да, максимум в инстаграме. Я просто, опять же, не шарю, я же селом. Бля, так охуенно теперь говорить, что я из села? То есть, эту тему поднимал на батле Стефан, теперь летай, и теперь, блядь, на все можно говорить, что я из села, типа, ну, блин, чуваки, не обессудьте, спасибо. О повторных парах с отборов, я не знаю, ну, скорее всего, должны быть. То есть, теоретически, по идее, я могу побаттлить с PM три раза. Фактически, сколько будет батлов, я не знаю. На вопросы, так, батл-улышка. Так, спасибо. Откуда у тебя инфа про фрешблад? Бля, да, чуваки, я спойлеры читаю. Вот откуда у меня инфа про фрешблад? Стефан, моя земелья с Мурманской. А, Стефан, ну да, Рома. Стефан, да. Стефан, кстати, приходил, Стефан был на батле слетаем, и нормально мы пообщались, он нормальный чувак. Арх, не село, проведи меня на батле. Ну, блин. С раком мозга, ну, с раком мозга, так себе. Архангельс, село. Бля, Архангельс не село, ясно? Педики вы все. Поздравишь Палмодромова с ДРР. Кстати, да, у него когда-то сегодня или завтра день рождения, я не помню. О, короче, когда бы не было Палмодромова день рождения, я желаю тебе не бухать в Новый год. Бля, не бухать в день рождения. Не бухать в день рождения, короче. Вот, желаю тебе здоровой печени. Треки охуенные, нет, не хуманные. Димас-то крутой. Тема с селом не зашла. Вообще, да мне интересно пока ни с кем. Я не вижу, чьи сердечки. Короче, пока я не хочу ни с кем баттлить, потому что у меня есть турнирка. После этого посмотрим. То есть, блин, я не часто читаю книги. К своему сожалению, не часто. Вот. И, короче, бля, забыл о чем я говорил. Ну все, бля, заново пьема разъебешь. Так я его первый раз не разъебал. Бухали с Литайем. Литай. Прикольный такой тайский чувак. С Литаем, да, выпили после баттла. И, кстати, Литай очень классный чувак. Мне не понравилось очень его исповедь сейчас, когда я смотрел баттл. Ну, какое-то для баттла рэпа, мне кажется, это совершенно не то. То есть, блин. Ну, исповедоваться в том, что ты добрый чувак на баттле, мне кажется, это совершенно позиция. Она может быть трушная, но она проигрышная по сравнению с тем, что ты бы разъебал. Короче, Литай охуенный чувак. В принципе, очень душевный, классный. Но я думаю, что баттл рэп не совсем его. Вот в комплиментарках он бы всех порвал. Вот. Согласен, что ты схож с тирэпсом. Как я схож с тирэпсом, если я 100% копия Сеймура? Как тут говорят? Кстати, Сеймур едет на трансляции. Привет ему. И, кстати, мне надо отдать ему деньги за текст. И еще с PM за текст. Не отдал ему деньги. Вот. Поэтому сейчас я освоюсь в этих движухах. Буду вас просить донатики и прочую хуйню, которую я еще нет. Парагрин выебал микси. Узнаем через неделю, выебал микси или нет. Но баттл был крутой. Насколько я могу помнить. Да, всем спасибо. Как часто букаешь? Редко пью. Редко, но метко. Короче, по поводу всяких голосовалок. Это давняя тема. Вот такие парни, как я, да, мы в любом случае не хайпанем. То есть, чтобы хайпануть, надо какой-то иметь охуительный, охуеннейший образ. Да, или как-то запоминаться. Но я не хочу меняться ради, там, фрешблада, ради каких-то там, блядь, подписчиков. Каких-то там школьников плюс-минус 100-200 человек. Поэтому такие, как я, мы не хайпанем. Из-за этого, что бы мы ни сделали, мы будем проебывать в голосовалках 100%. Это по-любому. Поэтому, что за усики? Охуенные сельские усы. Вы что, блядь, не шарите, что ли? Скан-аттестатор. Скан-аттестатор, блядь, лежит у меня. Вот. И, короче, поэтому все голосовалки, и на голосовалке мне очень похуй дико. Я все голосовалки в своей жизни всегда проигрывал, с кем бы я ни был. Ну, это как-то как-то да пизды вообще. Баттл парагрина в среду не выложат, потому что раз в неделю выкладываешь. Как к реке подносишься? Ну, нормально. Как батлер хороший. Трамплин? Нет. Я сейчас в Арханг... Тьфу ты, блядь. Я сейчас в Питере. Сорян. Вот. Родишь мне сына только за лям. Вот. И какой-то Майлз крутой, да, насчет Микси, ну, не знаю, блядь. Ну, борзый, посмотрим по поводу нашего батла, когда-то побаттлим. Как относится к Окси? Ну, Окси крутой чувак. Вот, если не слушать всю хуйню, которую он загоняет на камеру, без камеры, он вполне очень крутой чувак, с которым можно поболтать охуенно, который, в общем, нормальный. А так его концепция на вот этот сезон батл рэпа мне не нравится, потому что, ну, потому что, как-то, блядь, он противоречит себе. В очень многих вещах он противоречит себе. Зао рад. Зао очень сильно рад. Когда треки? Бля, ну, треки... Короче, я настолько дружный чувак, что мы с парнями до сих пор участвуем в онлайн баттлах. Короче, онлайн баттлы, это, блядь, это вот начало всего. Сначала были онлайн баттлы, потом пошли офлайн, и сейчас всякие текстовые. Вот, и мы сейчас парнями, и наша команда пятый элемент в финале уральского баттла. Вот, и здесь чуваки, кстати, в чате сидят. Сережа Сеймур, Денис Дио Ваудио, Серега ВС, Андрей Рейман и я. И, короче, мы скоро когда-то должны сделать песню, да, парни, на финал. Вот, это будет трек. А так, треки я не хочу писать, потому что, ну, то есть, писать треки из-за хайпа, это полная хуйня. Потому что, блядь, надо, чтобы прям перло. Я вот сольных треков, кроме баттлов, 7-8 лет уже не писал, поэтому и хайп никак меня в этом плане не поменяет. Что, блядь, прям надо выложить баттл, ой, надо выложить трек, потому что вышел баттл. По-моему, это полная хуйня. Поэтому я не это, поэтому я не собираюсь треки писать, вот именно прям что надо. Если что-то придет, то я запишу, но это будет вне зависимости от всякого хайпа. Вот, да, Рейман, Дио Ваудио, всем респект. На Ави, да, кстати, на Ави это я, это вот true история, true история на Ави в Инстаграме я. Блядь, я, племянница, племянница нарисовала меня. Кто забаттлит меня за этот тот хуесос, вонючий. Вот, давайте что-нибудь еще поспрашивать, я поотвечаю, пока время есть. Скажите там, что, час, да, трансляция должна длиться, тут просто нет времени. Блядь, я напоминаю, что я с села, поэтому настроение охуенное. По поводу ВКонтакте, баттлы будут раз в неделю. ВКонтакте я всем отвечу обязательно, вот, я классику уже говорил. О том, что, скорее всего, завтра я приду и буду сидеть на работе, спрячусь и, это, в смысле, подвижный, блядь. Несмотря на то, что я старый чувак, я, блядь, очень подвижный. Сука, я, конечно, флипы не делаю, блядь, но попрыгать-то можно. Вот, фильмы практически не смотрю, времени нет, но по мелочи смотрю сериалы в основном. Кроссы у меня в основном, майки. Блядь, кстати, тема по баттлы под биты, у меня спрашивают, и из этого охуенная история про визуализацию вылезает. Короче, баттлы под биты практически не смотрю, потому что я считаю, что там в основном все одинаково. То есть, когда спрашивают у меня про 140 BPM, например, я смотрел всего два баттла с первого сезона, до сезона я смотрел все, с сезона я посмотрел два баттла, отбор Димы Шума и его баттла против Милктауна. Как у него там ник сейчас из Нурманска, блядь, Вайпхантер, вот. И, короче, вот, и мне кажется, потому что одинаковые баттлы все под биты, именно фло, вот этот вот ритмический рисунок из-за BPM, поэтому я, короче, не смотрю баттлы под биты. Ну, смотрю, но очень мало участвовать, пока желания нет. Вот, и по поводу визуализации, все очень стебали смоки, да, что, типа, какая инста у Сеймора. У него все равно, у него закрытая инста. Вайпхантер, ну, не знаю, ну, вот я говорю, один баттл только его смотрел против Шума. А Шум, кстати, очень охуенный чувак, Дима, между прочим, респект. И все ЭКБшные парни, это просто охуенные, кроме электромыши, ну, ладно, шучу, ему не нравится моя подача просто. Вот, и, короче, тема с визуализацией, реально, это же тема, блин, ну, типа, надо верить, да, то есть ты думаешь, что-то произойдет, пиздец, у тебя что-то произошло. Вот, и, короче, финал не смотрел. Тема с визуализацией, я недавно был в Москве, и мне тут за это время всякие предложения по поводу интервью приходят. И на один вопрос я шел, приехал на вокзал, и на один вопрос я думал, как я отвечу. Короче, вопрос был следующим. Как изменилась твоя жизнь после ФБ стали, как часто тебя узнают на улицах, и расскажи какую-нибудь историю среди этого, ну, расскажи историю про это. Я иду по перрону к своему поезду и думаю, что, бля, вот люди думают, что прям, да, такой хайп, но на самом деле ни хера не изменилось. То есть люди на улицах не узнают, может, потому что я лох такой, блядь, без образа, вот, может быть, потому что как-то так и должно быть, что это, блядь, батлы, их мало людей смотрят, тем более в определенном городе. И только я думал на эту тему, как прохожу, смотрю, какая-то компания людей справа стоит, да, и я прохожу них, смотрю, они смотрят на меня, улыбятся, и кто-то из них громко говорит, он даже не поздоровается. Я прошел на них метров пять, остановился, думаю, бля, что за хуйня, поворачиваюсь, смотрю, там какая-то знакомая девчонка. Я понимаю, что я видел ее и понимаю, что это девушка Эдика Кингста. Я подхожу к этой компании, стоит, соответственно, его девушка Эди Кингста, стоит Диджей Бирдос и еще две девчонки, и, к сожалению, не помню, как их зовут, а может быть, даже и не знаю, что будет правдоподобней. Вот, мы постояли с ними, потрещали, отношусь ко всем круто, но не смотрю. Это к вопросу о визуализации, поэтому визуализируйте. Слышь, лох, вообще-то ты классный. Да, спасибо. Кстати, где тот чувак, который мне пятерку должен скинуть за мою победу, который, сука, мне писал, что меня разъебут и все такое. Рост 180. Кто для тебя самый опасный из голубей, PM, как и, в принципе, везде. Вот, рост 180. Бля, зачем вам мой рост? Сука, такая, короче, тема, что я очень сильно горблюсь. Вот прям горблюсь, горблюсь, из-за этого рост, кажется, 160. Познакомь меня с Мироном. Бля, ну, чисто, короче, по-братски можно. Я к Володке Бабаеву охуенно отношусь, не знаю, кто это, блядь, но, наверное, он крутой чувак. Привет ему, кстати. Много приглашений на интервью приходит. Ну, да, мне кажется, сейчас у всех такая тема. Я, типа, не исключение исправил, потому что, ну, это логично. Только я не вижу смысла давать интервью в паблику в 50 человек, в 100 человек. Если давать интервью, то людям должно быть интересно, чтобы они смотрели правильно, чтобы они смотрели, читали и, короче, как-то узнавали меня. А давать интервью в паблику в 50-100 человек, это, конечно, ну, сомнительная затея, потому что оно, в принципе, никому не нужно. Я лучше вот так вот попищу со своими дяйниками и тетеньками тут. Тебя с Мироном Кристин не познакомлю, зачем у тебя там Голодоморов есть? Как придумываешь панчи? Бля, если б знать. Короче, а, это Володька Драга. Панчи? Да хуй знает. Спросите у ПМа. Я как-то панчев, блин, не способен, не способен придумать, способен искраивать, назвать себя птичкой. И как много. Новый рэп, рифмы, панч. Мутантов. Мутант в план. Не, не слышал. Я, кстати, русский рэп теперь очень мало слушаю. Вот. Если давать, то дудю. Ну, да. Нет, я не был в роли основателя батлов в Архангельске. Просто была тема, что в 2013 году начались архангельские батлы, и я прям, ну, судил их, и все. И потом True Battle произошел от этого. Вот, кстати, Глеб Файв тут, респект ему. Прогрин, ОПМ, у тебя один фон, в одном доме живете? Да. Мало кто знал, но у нас телепроект. Мы живем все в одной комнате, и нам всем разрешено снимать видосики только здесь. Иногда выгуливаем палмдропова, чтобы он побухал у гаражей. А так, в принципе, то же самое. С кем хорошо общаешься с ФОБ? Да, практически со своей командой, со всеми общаюсь. Ну, а так с ПМ иногда переписываемся. И иногда со смешариком, с палмдроповым переписываемся. Почему у тебя такие охуенные панчи? Да, пиздец. Короче, за чемпионат мира очень сильно вчера болел. Прям как-то учился в школе. Короче, очень-очень переживал за сборную России. И прям реально я расстроился, что не проиграли. Вот прям реально расстроился. Хотя было, ну, в принципе, очевидно, что, да, это может быть наш потолок. Вот, но я не из тех людей, которые прям говорили, какие вы пидорасы, вы не умеете играть. Там миллион шуток про сборную России, про футболистов и прочее. Нет, я всегда их поддерживал, всегда верил. Вот, надеялся, что выйдут из группы и на этом, в принципе, закончат. Но они очень крутые. Прям парни, парни охуенные. Фернандес, молодец. Фернандеса глупо обвинять в том, что он не забил пенальти, потому что он спас игру. Кроме того, он весь чемпионат играл пиздато. Правильно? Поэтому глупо говорить то, что Фернандес, ты педик бразильский. Блядь, ты пробил, сука, в правую шестерку хотел пробить, а пробил мимо ворот. Вот, но на самом деле он все равно охуенный. Он классно играл весь чемпионат и он спас нас в овертайме, да, во втором дополнительном тайме. Вот. И, ну как в смысле, всегда верил, но болел за Германию. Блядь, я ж не фанат. Ну, типа, я же не такой фанат, что я прям за Германию топил. Я просто патриот. В том плане, что какая бы ни была сборная хуева, я буду смотреть ее матчи, буду смотреть и болеть за нее, и верить в нее. Хотя понятно, что уровень слабее гораздо всех. И из восьми команд оставшихся у России был слабый уровень. Ну, короче, это. Жаль, что ты не прошел на слово СПБ. Да, это вообще хуйня была. Не вспоминаете тот батл. Было время. И, кстати, я вчера заценил дисс паровоза на Джонни Боя. Посмотрел кто-нибудь? Это, короче, круто было. Ну, как круто. В смысле, что? Ну, молодец паровоз. На самом деле, я немножко рад за него, что он возвращается в эту движуху. Ну, Смолов, да, к Смолову вопросы. Ну, как бы тоже старался, старался, пробил хуево. Вот. Сейчас я особо ни за кого не болею. Я изначально стоял на Германию и на Бельгию. Ну, понятно, что поддерживал Россию. Поэтому сейчас бельгийца. Сколько тебе лет, когда первый раз познакомился с девушкой? Бля, я запомню вот этот ник. Просто запомню. Самый личный вопрос. Мне 26 лет. Короче, про две заявки. Сойер работает, да без понятия где. Бля, и вот на самом деле, тема с доебкой по поводу работы. Ну, доебываться до работы, это так себе. Это полная хуйня, по-моему. Это можно выстебать неплохо. Кстати, Сеймур, да, так делал. Вот. Клубный я за локомотив болею. Вот. А на самом деле, доебываться до работы, ну, блин, это же работа. Как-то, знаешь, надо было работать. Вот. Я не болею за ФК Урал, потому что я болею за локомотив. Сколько у меня было батлов. Офлайн, ну, онлайн, короче, блядь, как это называется? Офлайн, ну, наверное, 7 или 8 уже. Вот. Сойер работает в каком-то офисе, в какой-то там логистической штуке. Я не знаю. Короче, по поводу двух заявок вот сейчас расскажу. И, наверное, будем заканчиваться. Сейчас расскажу про две заявки. Да. Будем, наверное, заканчиваться, потому что это все равно все скучно. Вот. Я надеюсь, что я не скучный еблан. Вот. Но, короче, это все равно. Правду говорят, что все бабы дуры. Нет, не все. Не все. Есть нормальные бабы. Короче, по поводу двух заявок. Тема. Две заявки. Все очень просто. Я сдал заявку на Versus. Да, сдал. Сидел на студии, как сказал PM. Но это на самом деле не студия. Это вот там вот справа от меня, ну, мое рабочее место. Короче, колоночки. Короче, ну, можно сказать, студия. Вот. Ты не скучный еблан. О, спасибо. Ты охуенный. Спасибо. Короче, суть в том, что... Бля, не заканчивайте. Вы не ответьте на вопрос. Подождите. Вы говорите, что не заканчивать. Здесь час, да, трансляции. Сколько прошло времени. Вот реально. Короче, суть в том, что... Снимал заявку Seymour. Вот это вот прям вам прям тих-тих-тих летит. Вот. Заканчивай. Вот, спасибо, да. Скоро-скоро закончил. Вот. Короче, заявку мою снимал Seymour. Если умные люди прям проведут, как детективы там с этими ниточками по карте, увидят, что я... Сопоставят все даты, увидят, что я был в той же рубашке, которая стояла за баттле с Seymour. Это был конец ноября. Seymour приехал на баттл против корифея, слово SPB. Соответственно, мы подгадали так, что я снял заявку. Мне казалось, заявка классная. Я не знаю, ее, наверное, никто здесь не видел. Короче, вот. И многие говорили баттл рэперов, как только я сдал, что, блядь, крутая заявка. Короче, чувак, ты обязан проходить. Мне приходит отказ. Мне приходит отказ. И, короче, диспараоза можно посмотреть до хз. Ну, на странице парооза, наверное. Вот. И мне приходит отказ. И мне что-то, сука, в тот момент подумало. Блядь, ебаный версус. Чего вам вообще надо? Потому что заявка была, ну, на мой взгляд, она была нормальная. Но она была не топовая. Это я сейчас понимаю, что она была очень типичная. Вот про то, что они говорили с типичным флоу, с типичными панчами. Но там были нормальные панчи. Вот. С Владой Серпухова. Да, я знаком. Забатлил бы с Тирепсом? Нет. Я хочу, чтобы ПМ... Блядь, хочу, чтобы Сеймур с ним забатлил. Короче, суть. За вопрос про Демасту научусь банить. Буду сразу банить. Понятно, пеники. Вот. И, короче, меня просто бомбануло от того, что, типа, я не прошел. Я думал, блин, ну, нормальная же заявка. Я там, типа, это, подкачался по сравнению с предыдущими своими батлами. Я выхожу на новый уровень. Вот он, я. И, короче, мне приходит ответ. Я думаю, нихуя себе. Как вы, блядь, меня не взяли? Сука. Вы охуели? Я подумал, что, блядь, вам на Версусе надо? Письки про шутки? Блядь, шутки про письки, в смысле. И прочую, прочую хуйню. Ну, и у меня, короче, как-то это так немножечко бомбануло с того, что я не прошел. Я, блядь, сел за комп. Я написал, взял из старых текстов старые строчки. Как-то их поменял местами. Все это, все это, блядь, надо подкачаться. Клитаю. Я подкачался. Письки про фотки. И, короче, вот. И я просто сделал старый текст. Из старых текстов написал что-то на несколько новых строчек. Вот. И вживую нос Окси огромен. Блядь, у меня нос огромнее, чем Окси, мне кажется. Пиздец. Письки про шутки. Да. Это панчлайн. Вот. И, в общем, я просто взял этот листочек. Я понимал, что если я сейчас не сдам эту заявку, то я просто забью хуй. Ну, на самом деле, бомбануло. Блядь, вот. Если кто про это начнет батлить, то это, вот, просто я вам подкидываю идеи. Потому что, ну, это хуевая идея, на самом деле. Пьем охуенный сделал раунд, ничего тут нового не скажешь. Реально бомбануло с того, что я не прошел. Мне стало интересно, чего вам типа надо. Я вот сосредоточил такие всякие шутки, блядь. И понимал, что если я сейчас не запишу эту заявку, вторую, то я не запишу ее никогда. Я распечатал эту заявку и думаю, блядь, если меня спалят, в принципе, в правилах не было, что нельзя вторую заявку сдавать. Было типа не сдавайте, я сейчас в Питере. И, короче, какие ультрасты локомотива. Я ж не фарм, я болельщик просто, чувак. Хожу на локомотив раз в год, дай бог. Вот, микси разъебешь, да не знаю. Посмотрим, буду готовиться. И, короче, я думаю, блин, в правилах вроде не было, но у меня была идея, вдруг меня не взяли из-за того, что я со слова СПБ. Блин, потому что, на самом деле, ну, была вот это вот после батлов, я не знал, как они общаются, то есть поругались они, нет. Я был на батле Гнойного против Оксимирона, да, и я думаю, может быть, блядь, у Версуса категорическая такая позиция, что они не берутся слово СПБ. В то же время я понимал, что меня, я сейчас в Саранске, это под Питером, и я в то же время понимал, что меня никто, в принципе, нахуй не знает, потому что на слово СПБ было два батла. Но я думал, блядь, я провернул охуенный ход, я накинул, распечатал текст, надел 3D-очки, надел капюшон и прочитал весь текст, снял вот себя вот так же и сделал заявку под Жорша Сиведл. Вот, дальше я дико охуел, когда мне пришел, типа, блядь, чувак, ты охуенный ресторатор. Так, не писал, конечно же, но мог написать. Вот. И, короче, да, уебки со слова. Но теория загоров, на самом деле, я же с командой тигров, теория загоров у нас прям в хвосте. Вот. И, короче, я сдал, рестор сказал, что ты охуенный чувак, ты прошел, блядь. И, короче, у тебя есть шанс, дальше будет второй отбор. И я думал, блядь, пиздец. И потом, короче, когда пришел мне ответ о том, что меня взяли в сезон, я сразу удалил Сеймора из друзей, я удалил всяких чуваков, которые в меня не верили. И говорят, идите-ка нахуй, господа, типа, я теперь пиздатый. Вот. И дальше у меня стала дилемма. Блядь, типа, да я не Саранско, блядь, чувак. Ты что, я в Питере. Вот. И сразу у меня дальше стал вопрос, блядь, а как раскрываться? То есть я мог, я хотел очень пиемов пару, я прям чувакам своим головой, теория за городом, да. Я прям писал, что, типа, чуваки, блядь, я хочу с пиемом, и у меня была мысль, раскрываться или нет. То есть я бы мог прийти на батл с пиемом вот в таком образе. Я бы удалил заявку, он бы не понял, что это я. Хотя, посмотрев заявку, любой человек, который меня знал, пием бы узнал, что это я. И я мог прийти на батл абсолютно ноунеймом в капюшоне и потом бы я раскрылся. И пием охуел бы. Мы с ним на эту тему общались, и он сказал, что он охуел, и я ему говорил о том, что я мог так сделать. Но потом подумал, что, бля, нахуй, надо открываться. Написал ресторатору, говорю, чувак, так и так, блядь. Это вторая заявка. Ну, не то, что вторая заявка, я написал, что, типа, добавь меня в беседу, удали этого чувака, потому что это фейк. Это вообще не моя страница, я не часто там бываю. Вот, и поэтому запули меня. И вот тогда, когда я пришел, там уже все охуели. Как только я появился, через несколько минут все стали охуевать. Не знаю, как информация распространяется, но через некоторое время мне стали все писать, блядь, как это ты, это ты, это ты. Короче, бля, побреешь завтра. Вот, и, в общем-то, как-то так. Вот по поводу второй заявки. Все началось с того, что меня что-то как-то забомбило, а потом как-то что-то, нет, не забомбило. Вот. Смоки ЧСВ, смоки охуенный. Вот. И это, с кем общаешься из команды голубей? Да ни с кем почти не общаюсь. Я говорил, с PM общаюсь, иногда с Palm Drop общаюсь. Голос поставил музыкального образования нет. Голос поставил, ну, не знаю, как-то так, наверное, рэп. Типа, читал рэп очень давно, очень много, поэтому так получилось. Вот. Ладошки Мирона, хз, чем пахнут. А Мирон, короче, с нами не здоровается за руку. А может и здоровается, я уже не помню. Но на первой встрече он говорил, парни, типа, только так. Только так. Мы с вами в оппозиции. Посмотри трансляции Микси на ютубе. Да нахуй, параглин охуительнейший. Вот. На щеках не растет. Конечно, нет, я же из села. Нахуй мне щетина на щеках. Я не жалею, что попал в команду Окси, потому что наша команда охуенно трушная и прям очень классная. Для нас батлы это не трамплин, не прыжок, не рекламировать всякие там эти штуки. Да, Владик? Вот. Под битый будешь батлить, не знаю. Так что, короче, я рад, что попал к Смоке. К тому же Смоке я гораздо раньше узнал, чем про Мирона. И альбом карате это один из лучших альбомов в русском рэпе. Так. Здравствуйте всем, кто только пришел. Чего, наверное, пора заканчивать, да, уже? Типа время подходит к концу. Вот. И состав с Амбарецким не хочу батлить. Вот. Зачем мне удалять фотку с Окси? Самым сильным из команды голубей это PM. Конечно же, Маргарин. Блядь. Забань пожар. Блядь, да чувак, я не умею никого банить, блядь. Ну вот, давай сейчас тыкну на ник. О, нихуя, можно скрывать прямые эфиры, пожаловаться и прикрепить комментарий. Охуеть. Че, реально можно комментарий прикрепить? Блядь. Я че? Ой, я я прикрепил че-то комментарий. Нет. Пиздец. Я вот прям вообще, прям из села. Комплементарные батлы охуенно. Короче, пожарское, че-то ты реально заебываешь. Как-то хуй знает. В общем, че, всем спасибо. Пишите в личку там, как батл. Я всем отвечу. Обязательно всем отвечу. Кроме Сеймура, Пожарская и Дио Ваудио. Вот так вот. И, короче, еще кому-нибудь. Анонимно. Будешь заводить детей. Блядь, это Сони Мамба. Сони Мамба, ты моя девушка или ты ее мама? Или папа? Твой прикрепил, да, чувак? Твой прикрепил. Я на тебя поэкспериментировал. Прости. Блядь, батл с Пема может быть. Может быть, три таких батла. Короче, всем спасибо. Давайте сейчас это, еще пару минут попиздим за Банде Ваудио. Да, все. В общем, пишите, что по батлу, с вами пообщаемся. И, а, еще вопрос. Такой народ. Блядь, народ. Такой вопрос. Пиздец. Как про письменные фотки. В общем, что по трансляциям вообще? Можно иногда выходить, да, пообщаться. Только если у вас будут какие-то адекватные вопросы и я буду этим, блядь, не скучным и планом, в принципе, можно пообщаться. Вот. Вконтакте, вконтакте или в этом, в инстаграме когда-нибудь, это, будут, будут, блядь, в конце июля совместной, совместной трансляции с Сережей Сеймуром. Норм? Тема? А? А? Сережка Сеймур, знаете этого чувака, голодного батлбиста? Покормим его своим хейтом. Вот. И давайте мы, если всем будет интересно, я веселый и план, спасибо. Поэтому пообщаемся, готовьте свои вопросики, вот, вопросики, короче, на корм голубям и все такое. в конце июля выйдем с Сережей Сеймуром в совместную трансляцию, наверное, вконтакте. Вот. И, короче, всем отвечу, спасибо, Томск, привет, Томску привет, всем привет. Вот. И, короче, проведем совместную трансляцию, наверное, недельки через две, может быть, как пересечемся где-нибудь, там, в Твери, посередине. Третий этап будет в августе, не знаем. Кто такой Сеймур? Кстати, знаете, кто такой Сеймур? Вопрос. Сеймур, Сеймур, у тебя охуенный панч, ебал твою тёлку, даже не сняв носки. Охуенный панч. Классно. А, да, я помню эту тему. Кстати, да, это же, привет, Киеву, Киеву привет. Киеву привет. Сеймур, тебя никто не знает. Сеймур, короче, это очень крутой батл рэпер. Вот. Так считает он. В принципе, больше никто так не считает. Вот. Блядь, из Сеймура никто не знает. Ну, значит, скоро узнаете. Это, короче, нормальный такой чувак. Вот, он неплохо батлит. Вот. И за пять лемов в финале Трубатла вышел бы. Норм, чувак. Сеймур, круто батлит. Скоро будет у него батл с Лёхой Медиу. Когда-то, не знаю, когда, но скоро будет. Вот. Так что, ребята, в Севску привет, всем городам привет. В общем, давайте, будем на связи. Если я не отвечаю, это не значит, что я хуесос, это значит, что я практически хуесос. У меня недостаток, недостаток времени. Сеймур не финалист, он же победитель. Знаком с Сабой, с Сабой, виделся один раз в жизни. Ну, как-то так, я скептически отношусь. Не ко всем, но это. Вот. Короче, всем спасибо. Бля, как лайки. Лайки, 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 лайки. Трансляция с ним будет когда-то попозже. Ну, в общем, намутим трансляцию. Вот. Так что, давайте. Чего, спасибо всем за мнение. Я все обязательно почитаю, всем отвечу. Я так понимаю, завершить, да, нажать. Вот. Спасибо этим 20 людям, которые превратились даже в 120, блядь, потом в 50, 60. Короче, вы лучше. Дяденьки и тетеньки, всем спасибо. И, короче, когда вы мне пишите, я твой фанат или я твой фанатка, не пишите так, пишите, я твой дядя, я твой тетя. Потому что, блядь, зачем фанаты мне нужны, когда можно просто пообщаться с охуенными людьми, тем более, если вы адекватны. Если вы неадекватны, то, короче, ну, блядь, сорян, с неадекватными общаться не хочу. А так, дяденьки и тетеньки, всем удачи, успехов, спасибо, и залетим сюда еще. Еп-еп, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok